Я вам уже не раз советовал канал Dimjus. Dimjus это тот человек, который играет на проекте CCD Plane, играет в E.R.U. Forza Horizon 4, также в BMG Drive и также обучал играть маму играть в CS GO. Друзья, совсем скоро мы с ним запустим совместный конкурс, поэтому подписаться на него нужно будет обязательно. Поэтому если ты прямо сейчас на него подпишешься, то потом тебя это не затруднит и тебе это уже делать не нужно будет. Поэтому ссылка на канал Dimjus будет в описании, заходи и смотри качественный контент. Всем приятнейшего просмотра. Ну что друзья, всем огромный привет, меня зовут Мишаня, мы сегодня по-прежнему продолжаем играть в МТА на проекте Rage МТА. Я вас всех приветствую, не забывайте при регистрации вводить именно мой промокод, который вы можете найти в описании. Друзья, и также он действует как и на первом сервере, так и на втором сервере. Если вы уже зарегистрировались, но не ввели промокод, заходите в F1, реферальная система и уже здесь вводите мой промокод. В общем-то, друзья, у нас уже приглашенных 464 человека, огромнейшее вам, друзья, спасибо, серьезно, очень вам благодарен. Короче, друзья, у меня осталось на донат счете 1164 рубля. Это достаточно для того, чтобы приобрести себе какой-то интересный донат номер. Я об этом говорил еще, наверное, наверное, где-то недели полторы назад. Я обещал о том, что я же начинал, получается, свое новое развитие, да, самого, то есть, начала, то есть, я продал всем свои машины. Ну, как продал? Я попросил их обнулить, мне их обнулили, как бы, и в F3 у меня машин, как бы, теперь нету. И, понятное дело, то, что себе хочется собрать какой-то автопарк душевный, который я буду хотя бы, ну, на него смотреть и хотя бы примерно представлять, то, что я этот автопарк собрал не из говна и палок, да, то есть, там, рандомно тачки выпали. Я даже не знаю о том, что они у меня существуют, а именно те машины, которые мне будут нравиться, которые я буду, в общем-то, в дальнейшем уже как-то пробовать заработать деньги, купить какие-то крутые себе номера. Короче, друзья, цели большие и, на самом деле, сегодня я тоже захотел себе приобрести машину и, на самом деле, я считаю, что на моем канале именно этой машине я хочу посвятить свой данный видеоролик, потому что Гелендваген, пацаны, эту машину хотят просто все, ну, наверное, в реальной жизни. Ну, понятное дело, я хотел себе, конечно бы, сейчас новый приобрести, но я так подумал, что как зачем нам новый, если есть, в общем-то, вот такой вот. И очень долго думал, в какой цвет его покрасить и, на самом деле, сегодня будет у него не совсем уж и обычный цвет. На самом деле, этот Гелендваген я хочу сейчас сделать как под проект. Я не знаю, самый ебнутый и самый дорогой гелик. В общем-то, хочу сейчас поставить на него какие-то бешеные просто диски. Короче, за наличный счет я его покупаю, могу его, конечно, купить за донат, за 430 рублей, но это очень дорого. Я считаю, что поэтому мне достаточно будет просто приобрести гелик за наличный счет, потому что у меня еще до сих пор на счету осталось 1 360 000 долларов. Ну, это, кстати, бодро, поэтому на проекте, в принципе, мне хватает денег, да и тем более сейчас в обновь вышла работа вот этого мусоровозчика, в общем-то, да, который развозит, как бы, увозит мусор на свалку и тому подобное. Ну, в общем-то, чистить городок. Короче, очень выгодная работа, честно говоря. Кто спрашивал меня тоже в комментариях, стоит ли работать вообще, я скажу да. Вот, это вот лично мой ответ. Короче, осталось нам гелик всего лишь-то затюнинговать. И, в общем-то, сейчас я, во-первых, хочу поставить на него, получается, тюнинг какой-нибудь, примерно, хотя бы его как-то подготовить, чтобы были те самые, получается, диски, которые я хочу, обвес, тонировка. Короче, сейчас я по полной просто, наверное, закашеварю, так скажем, гелендваген. Не знаю, будет ли это зашквар, но что-то хочется интересного, что-то хочется прикольного, быстрого и такого, знаете, солидного. Солидный, быстрый, веселый автомобиль. Вот именно такой автомобиль я хочу сделать, в общем-то, из этого. И, парни, прямо сейчас я не буду тянуть время, я не буду тянуть кота за яйца, поэтому давайте прямо сейчас я, наверное, уйду вообще на паузу, затюнингую гелик, подготовлю его как надо. И уже тогда, когда мы поедем, получается, на ИКХ, я включу запись и покажу, насколько я, друзья, в своих воображениях колхозник. Поэтому, друзья, совсем буквально, вот секундочку подождите, для вас как бы это будет секунды две, для меня это будет минут, наверное, 5-10. Короче, прямо сейчас по щелчку мы, в общем-то, посмотрим на новый гелик. Все, ребята, готов Гелендваген, в общем-то, друзья, я уже нахожусь рядом с ИКХ, приехал, в общем-то, в Усантес, знаете, что заметил? Ребята, не в зависимости от того, где вы находитесь на ИКХ, везде будет, видимо, просадки. Потому что, друзья, на рейдшем-то сейчас онлайн 228 человек, это, в принципе, очень хорошо. Сейчас, как бы, по моему времени только 12 часов, чтобы вы понимали, то есть по Москве всего лишь 11. Короче, жесть, пацаны. А я сделал примерно вот таким вот гелик, я не знаю, честно, парни, блин, я понимаю, что это за шквар, но изначально гелик я как бы под это и строил. То, что он будет баклажаново, по типу такого фиолетового цвета, где-то примерно в Брабусе и на Уфроуд дисках. Но, на самом деле, я уже видел на Ютубе, что гелики, там, 4х4, или что-то, или я с кем-то путаю, наверное, возможно, с кем-то путаю, короче. Или, возможно, на гелике G500 был какой-то тоже обвес, и были Уфроуд диски. Короче, решил не повторяться, решил поставить вот такие вот дисочки. Я думаю, что, ну, сейчас такие гелики, блин, просто-напросто не встретишь. И вообще, к чему суть этого ролика? Да, я просто захотел себе гелик, на котором я буду просто кататься, фаниться, просто кататься, веселиться с подписчиками и тому подобное. И, понятное дело, чтобы эту машину узнавали на серваке, чтобы сразу, как бы, понимали люди, что это едет, в общем-то, Мишаня. И, поэтому, парни, у нас есть номера, випки, в общем-то, черные есть, есть золотые, короче, на свой вкус и цвет. Как бы, да, если захочешь белые випки, то делай белые, как бы, тут без проблем. Я сделаю черные, ребята, и, понятное дело, хочу себе номер Мишаня. Честно говоря, мне, ну, как бы, у меня этот номер был. Возможно, в хранилище, кстати, он есть. Нет, в хранилище его нету. Этот номер у меня был, но пропал, к сожалению. И, понятное дело, ребята, нужно это все возвращать. Давайте мы, кстати, проверим. По-любому, он свободный, да? Я надеюсь, что... Да, номер свободен. Мишаня. Я думаю, ребята, никто не обидится, если кто-то хотел и кто-то мечтал выкупить подобный номер. И у этого человека, как бы, имя Мишаня, то я, если честно, если ты обратишься ко мне, ну, с хорошей, как бы, просьбой, да, если хорошо, как бы, без всяких там, ты чё, сука, ютубер, ты зачем это выкупил, я хотел. Просто напишешь мне нормально то, что так и так я хотел выкупить этот номер, но не успел, потому что выпустил ты видос. Ну, что-то типа такого, я этот номер просто перекину в хранилище и удалю, и он улетит в гос. И я без проблем этот, если что, номер продам. Ну, а сейчас, в данный момент, я его за 300 рублей, ребята, покупаю, нажимаю кнопочку продолжить. Теперь номер ЕСТ с гелика 029, регион 90, он остаётся у меня в хранилище, потому что, в любом случае, если номер Мишаня, вот этот с гелика, пропадёт, то, в любом случае, этот ЕСТ 029, я там его обратно перекину на гелик, поэтому эти номера будут с гелика, они у меня будут лежать в хранилище, потому что, как вы заметили, я, наверное, в F3, я не покупаю никакие номера, абсолютно никакие, то есть даже те же AUE 478, я их не покупал, они мне выпали с кейса. И я попрошу, наверное, вас запомнить эти номера, потому что, мало ли, потом появятся фейки на сервере, если что, спросите, просто вот, либо гелик, который, в любом случае, по-любому можно узнать, вообще, без разницы, вот, будет он ехать близко или далеко, этот гелик узнается, мне кажется, всеми просто, потому что сейчас он в натуре немножечко такой, во-первых, примечательный, во-вторых, просто ебанутый, как по мне, вид у него, конечно, ну да, я согласен, вид у него, блядь, не из лучших, хотелось бы, конечно, лучше. Ладно, друзья, я вас всех люблю, огромнейшее всем спасибо за просмотр данного видеоролика, запоминайте этот гелик, этот гелик нам, на самом деле, кстати, обошелся, что я забыл посчитать, кстати, в магазин заходим, покупка валюты, например, на 300 рублей, это 210 тысяч долларов, и еще гелик примерно на 350 стоит, короче, пацаны, вместе с тюнингом у нас этот гелик почти в 600-700 тысяч долларов обошелся, короче, это жесть, все, огромное спасибо за просмотр, пацаны, лайкусики, обязательно, комментарии, критику, любую, там, каждую, высушу, мне, как бы, ну, честно, не будет ни чашка, вот, все, всех люблю, всем до новых видосов, всем пока-пока.